Приветствую вас! С точки зрения психосоматики действительно проблема лишнего веса есть. С точки зрения психосоматики потребность в лишнем весе возникает у человека тогда, тогда и только тогда. Когда есть нужда в собственно защите. Да? То есть если человек вот чувствует угрозу, если человек чувствует, что вот где-то в чем-то там ему угрожают, если человек чувствует себя незащищенным, если ему нужно оградиться, ну там, от, допустим, ну от кого-то, да, этому нужно оградиться, вот, то это собственно говоря процесс и происходит. Вот. То есть происходит именно вот процесс защиты. То есть это вот так человек защищается. От негатива, который имеет, ну который может иметь место быть, который имеет место быть. Вот. Вот. И соответственно, как бы лишний вес, он призван, ну как раз вот эту вот историю компенсировать. То есть лишний вес, он призван сделать так, чтобы человеку было чем защищаться. Вот. Вот. То есть лишний вес, он про это. Как правило. Если вы вот понимаете, о чем я говорю. Это про подведение барьеров между, значит, ну между собой и, собственно говоря, другими людьми. Вот. Вот это про лишний вес. Если можно так вот вырастить, конечно. Ну такая вот примерная история, такой примерный момент. То есть это вот то, что, ну то, что можно сказать. Да. То, что можно вот вырастить. Есть люди, которые, например, заедают нервные переживания свои, допустим. То есть есть люди, у которых вот все нервы, да, весь негатив, все это уходит в, ну, в тело. Как раз в вес. И, да, это, это вот так это и есть, вот так это работает, вот такая, да, значит. Есть такие люди. Тоже, вот, вот, хорошо ли это. Ну, мне кажется, что вопрос вставить подобным образом некорректно. Вот. Потому что, ну, что, значит, хорошо это есть, просто. Вот это вот такая, ну, таковая реальность. Как бы, хорошо это или нет, это уже не нам решают. Вот. Но факт тот, что вот, ну, что такие люди, они, они, они есть. Такие люди есть. Вот. Такие люди, ну, присутствуют. Объективно. Вот. Ну, видимо, вы, вот, такой человек. Вот. То есть тут имеет смысл определить, что именно вас выбивает в равновесие. Вот. Вот. Ну, очень часто бывает, что, что человек не способен именно себя предпринять. Вот. Ну, просто принять себя таким, как он есть. Вот он, бывает такая, такая штука. Вот. Ну, в этом, опять же, ничего нет. Негативного в этом, опять же, ничего нет страстного. Вот. Это просто давность. Вопрос заключается в том, может ли, допустим, сам человек это принять. Вот. Ну, такая вот история. Ха. Что касается питания, то, ну, опять же, здесь, я скажу, наверное, очень банальную вещь, но... Важно не то, что вы, что вы, сколько вы и что вы едите, а важно то, сколько калорий вы сжигаете. Вот. Ну, если калорий вы сжигаете больше, чем получается, то это не будет. Ну, при условии, что вы здоровый, ну, что вы здоровый человек, при условии, что вы не болеете ничем. И так далее. И так далее. И так далее. Ну, вот. Так что, тут, тут так вот. Ещё немаловажный вопрос, которых, ну, которые, вот, на мой взгляд, обязательно нужно раскрыть этот вопрос. Того. Зачем? Зачем? Зачем вам худеть? Ну, то есть, чтобы что худеть? Тоже очень, очень важный момент. Вот. Потому что, потому что люди зачастую, они не могут ответить себе на этот вопрос. Зачем я хочу худеть? Для чего я хочу худеть? Почему я хочу худеть? Вот. Что я буду делать, когда похудею? Чем меня не устраивает мой вес? Вот. То есть, может быть, это одна из причин, по которой у вас эта проблема имеет, что вы себя не принимаете. Вот. И, ну, если это так, то этот момент тоже нужно корректировать. Потому что, если вы, ну, обладаете как, как, если у вас есть комплексы, то вам не станет легче от того, что вы похудеете, к примеру. Легче вам не станет. Это очевидно. Совершенно. Ну, просто потому что комплексы, ну, комплексов, меньше комплексов, ну, не будет. Вот. Понимаете? Опять. Такая вот история. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.